Мы поклонимся России, краю дедов и отцов, Говорим тебе спасибо за священный вечный зов С вечной верой в человека, он живет у нас в крови. Вечный зов добра и света, вечный зов родной земли. Войны не было, на территории Московской области эта война была. Либо о героях, которые имеют непосредственное отношение к другим регионам, но являлись жителями Москвы. Первый герой Акифов Сергей Иванович, все они молодые ребята, это представители Кислинского района, Московской области, села Горки. На сегодняшний момент мы знаем, что на школе висит мемориальная доска, которая посвящена подвигу их ученика. Подвиг он совершил в 1943 году в Черниговской области. Но как там, в Черниговской области, особенно сейчас, что творится на Украине, очень трудно сказать, но имеется мемориальная доска. Но более как ничего, проводятся ли какие-то мероприятия или нет, это, я думаю, что перспективы нам с вами придется установить, может, навести какие-то контакты с этой школой. Посмотреть, что у них там вот по поводу памяти. Следующий герой – это Андрей Владимирович Иванович. Ну, очень необычный герой. Подвиг свой он совершил в наше время, уже после войны, в 1952 году, в Литве, в борьбе с зелеными братьями, так называемыми. Родом он из Валашинского района, поселка Трубецкой, из села Трубецкое. Это в Валашихе. Никак он не был отмечен, никаким названием, ничего. Хотя все документы, абсолютно все у нас имеются. Почему это произошло? Мы изучили тот факт. Он являлся представителем МГБ. Было такое, значит, Министерство государственной безопасности в те времена, да? Кто является приемником, мы так до сих пор не можем понять. МВД открещивается. ФСБ говорит, что этот приемником был КГБ. А сейчас ФСБ тоже как бы не имеет никаких данных, никаких перспектив на то, что они могли бы этим заняться. Мы на одном из мероприятий, которые проводили в Валашихе, в дивизии Дзержинского, пригласили представителей Кравильского музея города Валашихе. Они там поприсутствовали, мы им рассказали, передали материалы. Ну, как сейчас, не знаем. Их сегодня пригласили, наверное, не смогли приехать. Так вот, подвиг не был никак отмечен в следующем мероприятии. Потому что в январе 51-го года наше доблестное правительство доложило всему народу, что с лесными братьями-литосами покончено, всех нейтрализовали, такой проблем будет не существовать. А подвиг он совершил в феврале 52-го, через год. То есть вся эта проблема была, существовала, есть. Но, естественно, как можно было являть его героем и за что, да? Ну, поэтому человек остался без награда. Родовым, он был из Балашихи. Вот, мы установили даже село от этого рода. Ну, сейчас, как сказал нам Юрий Петрович Чмутин, председатель Союза офицеров по Московской области, он вышел на депутата, который сейчас будет баллотироваться в Государственную Думу. Это один из наших последних космонавтов, Героя России. Ну, вот как бы ему хотят тоже поручить, и мы напишем соответственный документ. В общем-то, в его программе там есть то, что поддерживает патриотическую работу на местах. И я думаю, это будет прямая обязанность. К тому же человек готовится к выборам, да? Ну, просто, скажем так, какой-то плюс он, я думаю, заработает, если он, так сказать, откликнется на наше предложение, да? Ну, и вообще, как сам, как герой нашей страны, как бы, и мы хотим, чтобы, конечно, память такого человека сохранилась обязательно, потому что несправедливо было бы. Может, его и никак не наградят, я не знаю, но хотя бы там мемориальную доску на месяц рождения его, либо какой-то памятник. Я уже сказал, что мы сейчас вышли на одного молодого, достаточно талантливого скульптора, который не берет бешеных денег на свои произведения. Он уже сделал несколько, как бы, работ очень интересных. В Петровском парке, в ГУВДе Москвы, на Петровке стоит, как бы, такая большая работа. Он подарил ее начальнику главка, где изображены вот персонажи кинофильма «Вместо встречи изменить нельзя». Очень классно, классно сделал, мы смотрели его работу. Он говорит, я готов, ну, принять заказы, вот, и работать в этом поприще. Мне это тоже очень интересно, так что можно этим будет тоже воспользоваться. И местным администрациям, потому что средства, я говорю, на практическую работу выделены из страны государства по программе практического воспитания, которой занимается «Росмолодежь», к сожалению, сегодня нет никого из «Росмолодежи», хотя мы приглашали тоже. Вот, и по линии Министерства обороны. В США недавно были опубликованы эти документы. Я так думаю, что можно общими усилиями затрагивать этот вопрос. Я в конце своего выступления подразумирую, кое-что вы поймете, почему я вот так говорю от всех вместе, да, будет очень интересное предложение для всех у вас. И это предложение может в перспективе быть основой для вот этой работы, для нашей именно стабильной работы, не просто как общественников, да, хотя никто и не говорит, что общественники не должны заниматься этим официально. Следующий герой – Василий Александрович Николаевич. Я тут не вижу, что будет Василий, честно говоря. Вот, Василий Александрович Николаевич. Вот, он родился в Москве в 19-м году. В 1941 году на Рафовенском районе совершает подвиг, 18 декабря. То есть тоже 75 лет подвиг в этом году будет. Похоронили в братской могиле. Мы были на этой братской могиле, однако его фамилии там не увидели. Хотя мы знаем, что в этой братской могиле в селе Ательсово собраны со всех братских могил останки и похоронены там. Но по какой-то причине его не усмотрели в те времена. Мы сейчас будем добиваться, хотя бы его фамилию в первую очередь внесли бы. Достаточно очень хороший, интересный комплекс воинский, воинского захоронения. Ну, он по праву там должен находиться, а уж потом будем подавать документы. И сейчас, блядь, даже создана комиссия при ассоциации Героев Советского Союза и Кавалеров всех степеней славы о том, чтобы неотмеченных героев каким-то образом, может быть, отметить. Потому что у нас, как я уже многим рассказывал, были прецеденты, два прецедента, когда героев подвига самопожертвования отдельными указами президента, соответственно, Горбачева и Ельцина, были присвоены подсмертно звание Героев России. И всем ненагражденным героем. Так что, если прецедент, ему нужно продолжать. Следующий герой, Васильковский Вячеслав Викторович. Это уникальный человек. Он родился в Москве, в нашем Москве. Когда родители умерли у него, в школьном возрасте его забрал себе дядя Воронеж. Он жил в Воронеже. И, так как мальчик подавал очень хорошие способности, он его через своих знакомых устраивает в университет Санкт-Петербург, то есть человек трех городов Москвы, Воронежа и Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге он заканчивает образование, придет Финская война, он идет на Финскую войну, заканчивает ее. И потом, когда начинается Великотечная война, он уходит, соответственно, на фронт и совершает свой подвиг тоже в 1941 году, 75 лет подвига в Тверской области. Если вы представляете себе Ленинградское шоссе, да, вот когда начинается Тверская область, там идет поворот на город Конаковый. Буквально там в нескольких километрах стоит следующий кадр. Очень хороший такой монумент, посвященный его подвигу. Ну, это вот зимой было сделано с ними. Но там есть и вечный огонь, правда, не всегда он горит, к сожалению. Хотя это тоже вопрос. Я выяснил у заместителя председателя, заместителя секретаря, первого заместителя секретаря общественной палаты, Героя России Бочарова, о том, что имеется специальное положение, которое предусматривает постоянные работы вечных огней. И ссылки администрации, что там газ нахватывает, 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 потому что там, где-то очень маленькое какое-то распределение такое стоит. Ну, что за этим не следят. Ну, я думаю, мы с Конаковскими свяжемся, я знаю, что они помнят, что тут и постоянно там проводят мероприятия в честь Васильковского. Его памятник установлен на кафедре, на исторической кафедре Санкт-Петербургского университета. Когда мы там были, у нас такое впечатление, что вообще никто не знает, кто это и что это и как-то. Вот мы сейчас будем, может, с Петербургским, кажется, сложно, но мы будем пытаться предложить им передать нам этот памятник, может, где-то у себя установить. Потому что он там стоит на кафедре в уголке, никому не нужен. И даже студент порой не знает, кто это такой. Хотя преподаватель, все знают, он такой интересованный. Он великий наш герой Васильковский. Кстати, тоже не награжден, высшим звали, награжден, по-моему, орденом Ленина. Но это тоже достаточно высокая награда была в свое время. Он был выпускником самой старой школы в Санкт-Петербурге, 222-я школа, или, как ее называть, еще Петра Шюри, за то, что там немецкий углон. А в этой школе создан музей выпускников, так она самая древняя, с 19 века, конца 19 века. Там выпускники Иросси, Подвизин, в том числе наш Васильковский. Мы с ними на связи были, там уже выступали в этой школе неоднократно. То есть там хорошо ведется музейная работа, достаточно, и память собирается о Васильковском. Зная, что живет в Питере его племянник, Фодрий Пардер. Но почему-то, по непонятным причинам, на связь с нами он не пошел. Такие случаи встречались в нашей практике уже. Следующий герой – Григорий Георгий Степанович. А, это не то. Вот. Григорий Георгий Степанович, это уникальщик. Герой 19 лет фодик совершил, там, что только не творил. И бронепоезд там, ну, вот, две штуки под откос пустил. И Нинцев захватил фашистов, 14 человек один, с важными документами. Когда наши отходили, он, как бы, прикрыл их, и нарвали себя не надзор, он бросается надзор в 44-м году. То есть, парень, в ваших случаях, такой героический был. Есть памятник, он родом Можайска, подвиг совершил Белоруссии. Следующий гаданг, я не был там, но знаю, что вот есть ему памятник, Можайский его чтят, помнят. Для этого, возможно, мы и родственников найдем, надо будет связываться с Можайцами, но мы, как бы, очень благодарны им, что сохраняет память от этого героя. Уникальщик герой, который в 19 лет такой подвиг совершил. Следующий герой, Калинин Владимир Павлович. Вот, Павлов, Павлов, как не Павлов? Это не Павлов. Это Павлов. Вот, значит, ну, сам Владимир, значит, Калинин родился в Солнечногорском районе, в поселке Шевряково, мы там были, в школе имеется о нем память, по-моему, даже у меня реальная доска. Вот, он герой Советского Союза, подвиг совершил в Крыму. Мы нашли в Жанкойском районе ему памятник. Там, вот, в следующий раз, пожалуйста, скажите, вот памятник нашли, причем местные совершенно не знают, кто это как-то, и что это знают, какой герой Советского Союза. Это при Украине еще было. И вот, надеемся, что сейчас можно это будет лучше сделать, но за памятником ухаживать нам было приятно. Просто, когда мы там были, администрация даже не знала, где памятник находится. Простые люди сказали, вот там, километре отсюда памятник какому-нибудь герою. В Крыму, в Жанкойском районе. Вот, приехали, действительно, смотрим, Калинин, там, многие другие похоронены тоже. И, там, просто мужчина подошел к нам, ну, как мы помнили, крымский татарин, кстати сказать, вот, волейбопытно у нас, в чем там дело, мы объяснили. Он говорит, слушайте, я, говорит, каменщик, это, говорит, надо оградку, говорит, подправить. Или еще что-то, никаких денег не возьму, говорит, ради таких людей готов. То есть, вот, о чем бы там ни говорили, да, о национале, нормальные люди всегда остаются нормальными людьми. Следующий герой, Калинин Михаил Герасимович, вот его фотография. Он, уроженец Нарфаминского района, деревни Подольная. В этом году, по-моему, сейчас я не могу вам точно сказать, если у меня здесь есть, чуть ли... А, в следующем месяце, в апреле месяце, 100 лет с огня рождения. Герой Советского Союза. Памяти нет вообще никакой. То есть, он совершил свой подвиг, насколько я знаю, на Украине, в Кироградской области. Вот, что там есть или нет, особенно при сейчас, трудно говорить. Вот, наверняка похоронены в братской могиле. Но на родине, к тому же, 100 лет, я так думаю, что, как бы, это надо будет отметить. Ведь мы, вот, постановили память героя Чатрукина на прошлом нашем мероприятии, которому тоже исполнилось 100 лет. И с Мариэл, он родом был, и морейцы были. Для них это тоже, к сожалению, было открытие. Но они подготовили хорошую программу. И здесь, в Москве, почтили память своему герою. Столетие, все-таки, да, юбилей. Но на родине такого ничего не было. Вот. Ну, вот, я так думаю, что в апреле месяце мы совместно с самыми организациями все-таки устроим этот праздник, посвященный непосредственно этому, нашему легендарному герою. Следующий герой – Карпешин Василий Федорович. Вот, совсем недавно мы нашли фотографию. Я без сути, какова она такая. А мой, к сожалению, нет. Вот, он родился тоже непосредственно в Москве в 25-м году. И подвиг совершил тоже в Кировоградском районе. Села Бандуровка, там похоронили. Никакой памяти нет. Следующий герой – Киров Александр Данилович. Вот. Уникальный мальчишка. У него было 19 лет. Он прибавился 2 года, записался в армию. Родом из города Егоревска. Памяти, как таковой, нет. Но мы были в Ейборевске, когда у нас была экспедиция по местам подвига рождения героя. В местном музее, в Кировоградском, очень хорошем, красивом музее. Хранится его фотография, описание его подвига. Ну, то есть, как бы, люди помнят об этом. И, причем, до той поры, пока мы не установили, проходил по фамилии Киров. На самом деле, его фамилия Киров. Мы уже нашли родственника его, который живет в Москве. Вот. И с ними на контакте. Ну, конечно, сил-то у них нет поставить памятник какой-то. Но тоже будем стараться к этому стремиться. Потому что, да, это один из наших легендарных героев, который родился в Москве. Вот. Ну, сейчас назову вам еще ряд героев, для которых нет фотографий. Есть такой герой Лыжин. Вот. Очень трудно с ним. Очень много путаниц. По одной версии он проходит, как Клавдий Михайлович. По другой, как Петр, когда подвиг совершил. Он подвиг в Новгородской области. Но мы нашли его могилу. Еще рядом с одним героем из Белоруссии. Вот. Несколько раз было перезахоронение. Наконец, все-таки мы вышли на то, что в Мариевском районе все, вот пески. Мы нашли эту братскую могилу и комплекс мемориала, где отмечена его фамилия. По нашим данным, мы сейчас стараемся их постановить, он работал на заводе «Красный Октябрь». Завод до сих пор сейчас существует в Москве, да? Ой, «Красный Боготырь», простите. Архива, конечно, нет. Но вот мы сейчас пытаемся найти архив. Там есть какие-то уже возможности ухватить за следы. Сейчас будем дальше копать. Может, с вашей помощью, может, сами как-то что-то найдем про этого героя. И, естественно, будем как-то его чтить. Другой герой, тоже, которому нет фотографий, Окраков Дмитрий, мы даже, к сожалению, не знаем его отчество, родился в Москве. Подвиг совершил 23 февраля, представьте себе, в 1942 году. Там, в году, там три подвига было. 21-го, 22-го, 23-го наших героев, москвичей. Это была третья коммунистическая бригада. Совершали там подвиги. Еще вам в одном герое и в другом тоже вам расскажу. Но вот самое интересное, что в городе Демянский, потому что это раньше считался Демянский район, Нагородский у нас есть, улица Окракова. В Москве, соответственно, вообще о нем ничего нет. Да и вообще о нем больше практически ничего нет. Нам сейчас Нагородцы помогают найти могилу, где он похоронен. Я думаю, что скоро мы найдем это место и будем отмечать. Потому что рядом произошло еще с одним героем. Я потом расскажу. Следующий герой есть фотография. Стрельцов Фавел Васильевич. Вот, Стрельцов Фавел Васильевич. Герой Советского Союза. Подвиг совершил в Норвегии. В общем, интереснейший герой. Он, когда совершал свой подвиг, ему уже за его прекрасную службу было предсвоено звание Героя Советского Союза. Он об этом не знал, когда нам разрубрасывался. И вот Норвегия совершила этот подвиг. Потом было перед захоронением в городе Никель. Там стоит постамент Стелла, посвященный ему. Вот. У нас он родился в Воскресенске. Мы нашли, значит, дом, где он родился. Там есть реальная доска. Следующий герой покажите нам. Вот. Домик такой старенький стоит, доска была вообще никакая. Благодаря нам, указаниям Александра Васильевича Маргелова, местные все-таки ее очистили. Мы нашли его племянника и племянницу. Вот. Они у нас на контакте, как бы, да. Ну, к сожалению, эту... А, еще в Воскресенске есть Стелла на прочем колледже одного. Там указан один из генералов, который родился в Воскресенске. И сам Стрельцов. Ну, это Стелла. Больше, как бы, ничего в таком уникальном герое, которому по праву, в общем-то, нужно было присваивать вторую звезду героя. Вот. Но вот на сегодняшний день мы видим то, что имеем. Следующий герой – татарский Михаил Борисович. Вот. Татарский Михаил как раз вот подвиг совершил 24-го февраля 42-го года. Я вам сказал, что москвичи там подряд совершали подвиг. Совсем недавно мы нашли его фотографии. Тоже он представителем 42-го... Третьей милистической бригады. Нашли мы ветерана одного. Причем этот ветеран возглавляет одной из районных ветеранских организаций Москвы. Иоффин, он 91-го года, но он, как сейчас, вспомнил этот бой, потому что он в боях принимал участие и нам рассказывал про татарство. Памяти вообще никакой, нигде вообще все отсутствует. Будем сейчас искать его могилу, уже знаем место где. Следующий герой – Фанягин Александр Иванович. Уроженец города Коломны. Фотографии, к сожалению, нет, но сохранилась школа. Сейчас там какую-то технику. Но там существует вот эта вот мемориальная доска, посвященная его подвигу. Он подвиг совершил в Карелии. В Карелии его чтятые помнят. Он, в общем-то, там в книгу памяти входит. И в общем число героев там, в Карелии, нормально вот он платьет. У нас вот, к сожалению, вот только то, что есть, то, что мы имеем. Это в городе Коломбии, но и все хорошо, что он сохраняет. Причем самое интересное, когда мы делаем тут кадры, ребята, которые шли, студенты в колледже, «Ребята, а кто это?» Нам никто так ничего не сказал. Нам 10 вопросов было, 10 одинаковых ответов. Когда пришел администрацию Тешкова, ну, конечно, сразу нас начали пытать, откуда, куда, зачем, да? Кому же из Москвы, а что хотите? Ну, не, молодцы, говорят там. Это слово «молодцы», они так повеселили. А потом оказалось, что, в общем-то, одна Завыч, что-то, ты знаешь, директор сам не знает, Завыч знает, и бабушка там одна в столовой работает, она где-то, я помню, что там, про него где-то мероприятия всякие проводили, и так все остальные, и так. Вот, так что я думаю, что с этим вопросом тоже нужно будет поработать. И, конечно, память такому человеку должно не только увидеть вот от одной доски, не существует. Следующий герой – Халин Анатолий Евгеньевич. Это легендарнейший наш герой. Он совершил подвиг 22 февраля, подряд москвичи, да? Он был командиром, известным человеком, был чемпионом Москвы по боксу, готовился к службе десанта, потому что до армии в десанте служил. И Москва уже, как бы, набирала добровольцев, он возглавил 3-й коммунистической бригаде, куда им предложили отряд. До Осташкова они доехали, откуда они шли, наступали и отбивались одновременно от фашистов, до Новгородской области. И вот под Демянском, там в одном месте, в Малерском районе сейчас, он совершает свой подвиг, бросается на амбразуру, спасает своих солдат. Мы нашли даже в госфильмофонде хронику этого боя, когда Халину всего перебинтованно уже снимали. ЗОВ, ну, конечно, погиб там. Понятно, Демянске показали, Демянске говорит, оставьте нам, для нашей Стрелевики там прекрасный музей, мы, конечно, передали им это все, потому что для них это свято. Перекатали им этот ролик. Нашел я в том году школу, где он учился, в районе Хамомники. Конечно, там никто ничего не знает, понятно. Вот, вышли на администрацию, нашли путевого депутата, кстати, депутат, который там, вот, Тиматусом сейчас занимается, он возглавляет боевого братства в Хамомники. Пошел там на встречу с ним такой, вышли мы на главу района Нового, но кто-то, конечно, говорит, я нового ничего не знаю. Мы знали, что возле метро спортивной был целый мемориал, посвященный воинам, которые в Хамомниках как бы погибли, да, в смысле погибли на войне, а родом с Хамомника уводили. И мы не нашли этот мемориал. Потом, проведя свое, ну, так, служебное расследование, мы находим этот мемориал в районе Очакова. Непонятно, что случилось. А на том месте там какой-то строит у нас торговый центр. И про раба мы нашли, там попытали его чуть-чуть, да, он там сначала не хотел ничего говорить, потом сказал, что просто, что вы, ну, действительно, там, понятно, что это кощунство, взяли, где-то, буковки цветного металла, говорит, ну, они ушли, это, понятно, цветной металл, вместо них сделали простые, перенесли в другой район. То есть, фактически, случайно, район у района памятник украл. Да, глава района об этом узнал, он был очень удивлен, да, как, я говорю, как, спрашиваю высших заместителей, значит, кто-то с кем-то договорился, что нужно им подпись поставить, вот, и поэтому, так сказать, так это произошло. Ну, мы сейчас вот этим вопросом занимаемся, уже отдали все документы, и вроде как они готовят сделать мемориальную доску на, соответственно, на школе, вот, где она, где он учился, я уже там провел урок мужества, даже землю взял, а потом мы на могилу Халину ее привезли, вот, и тебе, ну, говорят, я, конечно, не знаю, никогда этим не занимался, но собрать документы, и что мы, сказать, обкулили мемориальную доску в Москве, говорят, это очень сложно. Я так думаю, что пора поставить вопрос над тем, что эти процессы упростить, что в том, что там какие-то проблемные войдут. Вот, ну, вот, то, что... Следующий кадр, пожалуйста, покажу. Вот как выглядит в Моревском районе его могила, вот, мы позапрошлым году на его столице приезжали, туда приезжал Александр Васильевич Маргелов, вся десантура собралась, потому что раньше Халин был десантником, провели рекоритетные мероприятия, нас еще водили, у них даже отмечено место подвига, там небольшим обилистом, вот, но здесь вот захоронен наш великий герой, вот, мы в этом году, как мы планировали, в конце мая будем делать экспедицию по местному совершению подвигов, обязательно возьмем землю возле этой школы и привезем снова туда, вот, ну и следующие два героя, как бы я, нет у нас фотографии Юркина, Сергея Федоровича, которого тоже памяти абсолютно никакой, родился он в Москве, вот, совершил подвиг в Калужской области, в орденном отечественной войне первой степени награжден, и похоронен в Калужской области, но памяти нет никакой, другой герой, Шишкин, Владимир Петрович, вот, следующий кадр покажите, молодцы, подольские ребята, нашли информацию, сделали вот такой вот памятник, на собственные деньги, довлесть поколений, к сожалению, сейчас не смогли приехать, это в подольском районе, почти на границе с Калужской областью, самое интересное, и они не знали, мы знали, у нас есть документы, что в этом же бою, через несколько часов совершил подвиг с созвучной фамилией герой Шишков, этот Шишкин, а тот Шишков, это совсем молодой был, 19 лет, а тому где-то с лишним было, да, и на мемориале никак это не отмечено, вот мы сейчас с местной администрацией свяжемся будем, чтобы и второго героя, хотя бы просто фамилию написали, потому что в других данных ничего, ну, данные есть, но как он изображен, мы не знаем, кстати, как и Шишкин, но вот этому стоит, а уникальный случай, в одном бою два враска на образов, в таких случаях, кстати, это не один было, были, но для них, я думаю, для Подольского района это будет реликвии, называется, это, как я сейчас, Тетеренки, деревья Тетеренки, там очень большой мемориал, там даже есть захоронение солдат 1812 года, вот, и, ну, конечно, чтобы такой герой там тоже, хотя бы фамилия была отмечена, я думаю, это вполне по силам, вот, сейчас хочу перейти к героям, которые имели отношение к Москве, либо какое-то время жили в Москве или в Московской области, но совершали, соответственно, подвиги других легионов, герой Климашкин, Алексей Федотович, нет, 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 а, до этого, о, Климашкин, Алексей Федотович, герой Советского Союза, кстати, сказать, там вот этот плакат, он тоже, извините, был, да, его тоже, жиская возьмет, конечно, у нас плакаты наших союзников всегда, да, 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 вот, чем примечательно это имя, он совершил в Днепропетровской области, Герои Советского Союза, это единственная улица Москвы, которая вносит героев, по Днепропетровской области, это улица Климашкина на Красной Пресне, больше в Москве, я уже начитал, сколько героев было, да, ничего этого нет, кстати, по Халину, которого до этого я рассказывал, в Демянске есть улица Халина, даже в Севастополе есть улица Халина, они откуда-то в Севастополе узнали об этом, и назвали улицу нашим героем, а у нас в Москве вообще ничего, но, слава Богу, хоть Климашкиным, как бы названа эта улица, но вот это единственное, что есть в памяти, вот, значит, музей есть в 96-й школе, или 82-й, я не знаю, сейчас он меняется, но надо поехать посмотреть, следующий герой, Райс Тойвихаймович, вот, еврей по национальности, который остался в живых, один из немногих, кто остался в живых, поведет был в Калининградской области, значит, похоронен он, у нас, на Воронцовском кладбище, там стоит могильная плита, своего изображения, у его супруги, вместе просто похоронены, как бы, да, очень скромящий человек был, после войны работал в системе медицины, вот, в Тель-Авиве, есть музей, называется Я-Хал, вот, один из руководителей направления, который работает по героям Советского Союза, евреям, связался со мной, зная о том, что вот я занимаюсь этой темой, у них только пять героев из евреев, а всего их девять, отмечены под самым куполом фотографии, вот он меня попросил, я ему дал информацию, теперь вот наши герои подвигсом пожертвования, тоже в Тель-Авиве, наши, будут отмечены, вот видите, в Тель-Авиве, что-то могут ответить, вот до этого, у меня несколько фотографий, это его последняя фотография, буквально за год перед смертью, но тоже один из самых уникальных героев, кто остался в живых, вот, он совершил свой подвиг еще в 41-43 году, при Сталинграде, да, возглавлял, так сказать, называемый отряд 57 отважных, они уже охраняли последний редут, этого самого Волгограда, Сталинграда, трактора на завод, дальше была Волга, вот представьте себе, 57 человек, которого он возглавлял, об этом даже фильм какой-то у нас есть, мы сочин взяли этот художественный фильм, против 57 человек, где он стоял полторы тысячи по тысячам, и они выдержали, в этом бою он получил страшнейшее ранение, пуля вошла в затылок, а вышла через глаз, можете себе представить, его к деревянному кресту привязали, и по Волге вот так отправили, может кто-то подберет, нас есть добрые люди, подобрали, он в госпитале лежал, еще не вылечился, убежал оттуда, пока в госпитале лежал, придумал мину, частного производства, которая сейчас пользуется официально, прыгающая мина, знаете сейчас, то, что с Афгана началось, это вот наш Очкин еще тогда призывал, наши пользовались этим, и вот на нас застал свое подразделение, уже при другой большой битрикорской дуге, и там свершает поле, бросается на абразуру, когда собирали убитых раненых, слышит хрипы, висит человек на зодке и хрипит, подвигаясь к нему, хотят снять, а не тут-то было, рука граната еще в гостейке зажата, там один товарищ нашелся, аккуратно вставил, там все нормально, его отнесли, он потом сам рассказал, что если так не смогу помочь, то он просто руку разожмал, и все, остался в живых, закончил в ГИК, стал известным кинорежиссером, писателем, вместе с Георгием Щухраем, отснял фильм легендарный наш, 41-й, который гран-при на Афганском фестивале взял, маршал Тулубка, называл его человеком, который носит себе килограмм оскоков, то есть почти кило оскоков, металл в теле, никак нельзя было не ставить, умер в 2002 году, похоронен на втором Миловском гладбище, и вот представьте ситуацию, отдавшись в какую-то из дат, мы решили отметить, как по древнему русскому обычаю, то ли день рождения, то ли еще какой-то, или место совершения подвига, мы не могли попасть на это кладбище, для меня было стыдно, что у нас существуют в Москве эти частные кладбище, вот второе русское частное, куда-то по распоряжению руководства, значит, этого кладбище, нужно было найти нам офис, а так как это были выходные, конечно, мы ничего не нашли, а так как мы не родственники, мы должны забрали кучу бувак, чтобы постили первое, в общем, мы пришли, конечно, что там местные часы, со священником поговорить, там свечки поставили, что-то положено, для меня стало это открытием, представляете, вот доступ, не то что в тело, к памятнику великого героя, это просто в космос проще лететь, чем вот самое, цветные положения. Вот следующий герой, Вавилов Геннадий Сергеевич, вот, он родом-то, ну, вот и мальчишка, да, родом с Владимиром Скозловым, с Сузовского района, но жил перед войной в Москве, и в 42-м году совершает подвиг в Воронеже, уникальнейший тоже, да, не все уникальны у меня были, все еще сделали фашисты, в Воронеже, я на самом месте и был. Последняя атака наша, когда их уже их вышибать нам начали, они вот эту дорогу, которая шла к высотке, облили водой, и наши по льду буквально там сползали, их там уничтожали, и вот он одел эти, как они, кошки, что они называются, да, и вот кусками, кусками, пока никто не видел сбоку, и потом попытался уничтожить, ничего не вышло, просто бросается на этот зонт и закрывает его с собой. Уникальный герой, жил в Москве, ну, тоже ему, к сожалению, никакой памяти нет, хотя вот в Воронеже он отмечен, вот, и награжден орденом Ленина, в Москве ничего. Следующий герой, фотографии нет, сразу говорит Калиненков, Кузгар Петрович, в русском районе подвиг совершил, его представили к званию Героя Советского Союза, но документы затерялись. После Москвы в войне жил в Москве, ну, память никак не отражена. Следующий герой Живов, Анатолий Павлович, тоже молодой, совершенно мальчишка, вот сейчас увидите его фотографию Живова, вот он, связистом был обычно, помогал связь тянуть, где-то, по-моему, не Павлович, не Павлович, что его мальчишка, а, Чернобыльская, вот, и тоже, как вот, герой Белыш, я в свое время рассказывал, из подвала строчил пулемет, вот, никто не мог добраться, он такой, гиркий мальчишка был, как бы, и попросту, он просто лег на землю, да, и закрыл с собой подвал, вот, вы мальчишка, он до войны жил в Москве и пошел в войну, потому что, вот, он во время этих бомбежек сбрасывали зажигательные бомбы с крыши, он присутствовал, вот, в одном случае, когда он там две такие бомбы сбросил, такой довольный, пришел домой, шел домой, приходит, а дома-то нет, сбомбил дом в Москве, там находилась его бабушка, ему было 16 лет, он просто идет в воинкоман, где-то если бы не запишут у него 18 лет, то я же все равно тут убегу, записали, ну, такой подвиг совершил, такой уникальный герой, у нас в Москве ничего, об этом вообще ничего нет, но, вы нашли материал интересный, что он работал на трехгорной подмонфактуре в Москве, я начал копаться там, это вообще сейчас там, то есть, это уже трехгорная мануфактура, она не трехгорная мануфактура, она уже принадлежит какому-то американскому владельцу, а тот, который сейчас передал шведскому владельцу, там все вот так по территории поделено, но будем искать архив, куда-то ему должно, оно было деться, я же не думаю, что в Швеццию, в Америку он уехал, надо будет искать. И еще, значит, герой, Бойлоков Иван Гаврилович, вот, до войны он жил, в чем, это один из тех героев, который в Личской области решил подвиг, он здесь родом, в Воронежской области, групповой подвиг с другим героем, Кудовкиным, они вдвоем бросались на образуру, в Липецке о нем знают, как бы, да, тут все хорошо, вот, но до войны он работал у нас, в Дмитровском районе, в городе Вербилки, вот, и там есть достаточно известное предприятие, фарфоровый завод, он существует до сих пор, вот, на какой степени, там, вот, раньше помните, на каждом предприятии, там, зал Войнской славы, там, музей какой-то, сейчас наверняка этого нет, но, возможно, какие-то документы сохранились, вот, надо будет с Дмитровым, там, с Мервинковым поработать, может быть, мы что-то и узнаем. Ну, и герои, на которых нет фотографий, я вам сейчас назову, Куликов Степан Мустинович, Кучигин Николай Сергеевич, кстати, Кучигин совершил подвиг в Истинском районе, есть такой мемориал, огромный, Снегиря, есть поселок Снегири, большой такой, хороший, он в Снегирях совершил подвиг, отметки никакой нет, а в этом, с музеем трудно спорить, потому что они очень историки, знаете, когда эти документы, те документы, которые мы представляем, почему-то для них не являются доказательством, нет, доказательства подвига нам возразить невозможно, а доказательством того, что он именно там лежит, там со всего района собирали отстанки, может, конечно, он лежит где-нибудь в лесу, но отметить-то можно же, ничего же в этом такого нет, такой подвиг там может, хотя бы фамилию, поместитель, там реальная дочка какая-то, элементарная. Санин Семен Иванович, Солнечногорский район, Морпех, совершил подвиг в деревне Языково, тоже память нет вообще никакой, я боюсь, что они вообще даже не знают ничего. Пулаев, Петр, к сожалению, нет отчества, но мы нашли братскую могилу в деревне Кутлина Дмитровского района, и там есть достаточно хорошо ухоженная братская могила, нет упоминания его фамилии, может, потому, что не было полных данных, может, по какой-то другой причине, но совершенно точно знаем, что все останки, которые находились от солдат того времени, а это бой был обходной маневр той группы фашистской, к которой фактически приезжали панфиловцы, и часть из них отошла и пошла вдоль Ленинградского шоссе, по Рогачевскому шоссе, вот в Пульпино, там наши бойцы последние свои силы положили, чтобы фашистов задержать. Есть эта могила, знаем, что больше некуда было деться останков, но надо, конечно, будет встречаться с Дмитровскими, разговаривать, что они скажут по этому поводу. Ну, про Шишкова я рассказал, и еще один герой Пухов, который совершил подвиг в городе Истра, и, к сожалению, тоже никаких нет, никакой памяти. Вот, это вот тот список героев, который нами установлен в Москве и Московской области, как сами понимаете, еще раз повторю, только на пять человек имеется какая-то памятник. Два памятника, веемые в реальные доски и одна улица в Москве. Ну, естественно, слово бороться тут, наверное, уже не подходит, но бороться с этим надо все равно. Что было предложено нам руководителям офицеров России Московской области Юрия Петровича Ильича Мухина, он предложил для начала, если вы меня поддержите, создать комитет в памяти, но это мы все распишем, я думаю, с Михаилом Ильичем, как нам надо. Вот, куда, в принципе, мы предлагаем всем вам, представителям ваших организаций, войти. Создание данного комитета будет проходить через московскую, правительство Московской области. То есть, сейчас будет подготовлен документ, который ляжет на стол Воробьев, офицеры России берут на себя так сказать, Егиду вести этот вопрос до конца, потому что благодаря им непосредственно Чему-чему, Петровичу и другим по-другому появился этот памятник. Вот, я понимаю, что сразу мы все обелиски не воздвигнем, как бы, и все по мере не поместим, но уже начинать надо. То есть, после того, как будет создана комитет, комитет будет соответственно, программа, и мы уже по районам Московской области можем через проведенное письмо правительства Московской области вести уже диалог непосредственно с администрацией о том, что этим людям какая-то память должна быть то ли в виде мемориальных досок, то ли в виде памятника, то ли в виде еще чего, но обязательно, чтобы вот в местных учебных заведениях дети знали о своих героях, которые на их же территории совершили подвиг или просто были родом оттуда. Особенно, что касается в апреле месяце столетия Калинкина, героя Советского Союза, уж сам, знаете, как раньше было такое правило, что семь героев Советского Союза стояли бюсты на месте рождения. Это было при советском времени, понятно, что сейчас предъявить администрацию нечего, но восстановить это необходимо, так сказать, я считаю, святое такое дело, это все можно. Вот. Естественно, что, конечно, нам не хватает порой силы, мы сами знаем, что мы занимаемся не только этим, занимаемся и выставкой, занимаемся какими-то другими мероприятиями, мы с удовольствием будем любую помощь от вас принимать в плане исследовательской работы, да, если у кого-то найдется какой-то кусочек маленький свободного времени или заинтересован с чем-то, или ваша организация позволяет своим ресурсам предоставить кого-то, мы с удовольствием дадим направленность в этой исследовательской работе, причем у нас она не хаотична, извините, я уже 10 лет этим почти занимаюсь, да, мы знаем, куда направить, как, что идти, как искать, ну, искать и находить, это наша стезиация, так сказать, вот, поэтому есть какие-то профессиональные навыки, мы с удовольствием, конечно, эту помощь от вас примем, и тот второй вопрос, который я хотел вот осветить по поводу памяти героев, как я уже выражаюсь, самопожертвованных ДНР, ЛНР, вот, я так думаю, что скоро подъедут, представьте, следующее, они вам расскажут о своей работе, покажут, может быть, небольшой еще фильм, но нам с вами нужно, вот, по этому вопросу, который я предложил, ну, вывести какое-то своеобразное разумение, если вы согласны, если вы не воздражаете, то я, как бы, с удовольствием вместе с Михаилом Левчем составим тогда специальный документ, который потом будет разослан всем вам, и давайте вместе работать на этом поприще. Я могу рад, если кто-то еще, кроме меня, по этому поводу что-либо скажет, либо по тому, что сказал я. Прошу вас. За нами Сила предков, А мы светлая рать, Под нами Матушка Земля, Над нами благодать. За нами Сила предков, А мы светлая рать, Под нами Матушка Земля, Над нами Благодать. Над нами Благодать. Над нами Благодать.